на обслуживании skoda octavia. здесь двигатель 1.9 простой с простыми форсунками и замена масла. откручиваем горловину. как сделать ключ для откручивания такой горловины в домашних условиях. ничего не надо делать. просто взять ремень и накидной ключ. как это делается. отдельное видео вы увидите в описании. есть ссылка. откручиваем маслозаливную горловину. откручиваем пробку в поддоне. сейчас все увидите. вот тот самый поддон. здесь находится сливная пробка. ключ на 19. накидной как раз подходит. значит как снять защиту есть отдельное видео. внизу в описании я ссылку на него скину. у меня стояла железная защита. снять не всегда просто. как это сделать в описании. откручиваем. откручиваем двигатель должен быть теплый. как минимум. подставляем емкость приблизительно 4.5 литра. в разных моделях и разных двигателях с разным объемом оно разное. поэтому приготовьтесь. должна быть емкость с большой дыркой. потому что будет сначала выстреливать но такой длинной струей. поэтому приготовьтесь. ну и приготовьтесь еще к тому что она горячая будет. будьте внимательны чтобы не обжечься. откручиваем. тут вроде бы хочется рукой. но есть опасность что подставляем. что можно обжечься. поэтому у меня так оказалось что горячий двигатель. все теперь там горловина слита. опа. и как раз попал. по мере сливания напор будет падать. поэтому нужно будет пододвигать. канистрочку все ближе и ближе. и сливаем. так сливаем. а заливать в общем-то вообще не проблема. главное посмотреть сколько у вас. у меня 4 с половиной литра. заливаем. смотрим. я немножко поднял на эстакаду. чтобы хорошо выливалось. уменьшается напор. ну и ждем. очень важно что немножко нужно подождать. конечно все знают что важной составляющей замены масла есть и замена масляного фильтра. но не все знают что это иногда задача не пассивная. потому что иногда закручена так. но просто жах. ничем не открутить. а вот таким инструментом открутить. что для этого нужно в описании ссылка есть. ну и очень важно его открутить. для того чтобы с него тоже слилось масло. это некоторое время займет. поэтому будьте внимательны. какой ставить фильтр тут уже дело вкуса и средств. но в любом случае его нужно менять на новый. конечно обратите внимание на сменные резинки которые идут в комплекте. у меня их две. и две нужно поставить. потому что от температуры они дубеют. сняли поставили. это гарантия того что никакая из них не будет пропускать. все теперь ставим на место. вместе с фильтром и вместе с резиночками. и также хорошо. а тут у меня написано 25 ньютон. вот такое приличное закручивание. закручиваем с помощью опять таки порт этого же устройства. на этом все. теперь заливаем в горловину полный объем 4,5 литра. проверяем по щупу. и так в принципе и заводим на холостых. сначала на холостых. работаем без газования. потому что он должен заполнить фильтр. выгнать воздух. обратите на это внимание. сначала какое-то время. несколько минут нужно поработать на холостых.